Весна вступает в свои права и вместе с тем появляется целый спектр проблем. Текущие крыши в домах, лопнувшие дороги, сход снега с крыш. В Чебоксарах в выходные под снежный удар попали двое прохожих. Сегодня эту тему подняли на свещание в правительстве. После потепления хлопот в хозяйстве прибавляется. Цекут крыши, в Чебоксарах уже 13 случаев. Страдают дороги, при переходах через температурный ноль дорожная плотно трещит по швам и появляются ямы. И во дворах небезопасно. Очередной сход снега с крыши. В итоге двое пострадавших в столице республики. Оба, к счастью, живы. Об этом докладывает сегодня Чебоксарский градоначальник. Проводим расследование. В принципе, в обоих домах металлические кровли были снегосодержатели. Снег не вис. И ревизия этих домов подтверждала, что снег не провисает. Но, тем не менее, каким-то образом снег перевалился через снегосодержатели. Или попал на двоих человек. Это управляющая компания Капримстрой и управляющая компания Богдангсервис. Девочка лежит в больнице. Женщина, в общем-то, дома. На сегодняшний день усиленный режим работы мы перешли. Со всеми управляющими компаниями ТСЖ ведется ежедневная работа. Ежедневная ревизия жилого сектора на предмет сосулек и исхода снега. В ряду контрмер работы с управляющими компаниями, ремонт столичных дорог холодным асфальтом, готовящиеся ограничения для проезда большегрузного транспорта «Марта», очищение ливнестоков, докладывает Алексей Латыков. Свои противопаводковые мероприятия проводит Новочебоксарск. Пока там спокойно. Сосульки мониторим. Отчитался глава администрации Новочебоксарска Александр Сироткин. В такой идеальный расклад руководитель региона не поверил. Не менее животрепещущая тема – заработная плата отдельным категориям бюджетников. Согласно специальному постановлению правительства, она повышается с 1 января 2013 года. В ближайшей перспективе стоит задача довести зарплату бюджетников до средней экономики. Деньги в бюджете заложены. Для оказания дополнительной финансовой помощи муниципальному образованию в объеме в целом 6,1 миллионов рублей общая сумма оценочная на сегодня по консолидированному бюджету у нас будет составлять 1,926 миллионов рублей. Соответствующие средства на сегодня, что касается дотации и субвенций для обеспечения выплаты за январь, февраль и первую половину марта, доведены до муниципалитетов. Все муниципалитеты уже приняли соответствующие решения, но есть много тонкостей вопросов, которые предстоит утрасти. О том, как идет работа, отрапортовали профильное министерство. Пока все финансовые обязательства выполняются, все учреждения имеют критерии и индикаторы, которых они должны достигнуть, пока все идет в плановом порядке. В целом повышение заработной платы есть во всех учреждениях, но у ряда преподавателей, особенно в системе школьного образования, в связи с изменением количества часов, а это наблюдается, это закономерные обстоятельства, процент повышения меньше, чем в среднем по системе школьного образования. Поэтому тут нужна более целевая разнесительная работа. Мы работаем. Одно дело, мы решение приняли, другое дело, работники должны получить по факту, согласно наших решений, повышенные коэффициенты по увеличению заработной платы. Если там работодатель начинает нарушать, то его надо поправить. Если где-то просто делается чохом, так скажем, да, не влезая в эти цифры, то, соответственно, тоже соответствующие санкции должны быть. Это бюджетные финансовые средства. Задача власти – вовремя начислить и выплатить заложенные деньги. Речь идет о марте, когда бюджетники должны получить повышенную зарплату за январь, февраль и первую половину марта. Ольга Григорьева, Евгений Анисимов, Республика.